Молодежь называет площадь Милютина по-свойски, у брака, потому что рядом дворец бракосочетаний. Также по-свойски здесь пьют и хулиганят. Жителям окрестных домов это не нравится. Горожане пожаловались в электронную приемную мэра. На место выехала комиссия во главе с главой города. Заодно решили осмотреть все места отдыха череповчан. Самих гуляк вечером не обнаружили, зато смогли увидеть последствия их развлечений. По рассказам Василия Алексеевича, отдельные череповчане на мотоциклах пытаются кататься по скамеечкам, которые здесь стоят, и вы можете увидеть последствия. Даже кирпичное основание скамеек вывернет из корня. На самом деле это варварство, я считаю. Мимо этого проходить нельзя. Василий Алексеевич, с УВД надо обязательно составить разговор. Таких людей надо отлавливать и наказывать. Следующая проблемная точка – набережная речного вокзала. Первые замечания появляются уже на въезде. В зоне действия знака движения механических транспортных средств запрещено. Десятки машин. Каждые 10 минут кто-то паркуется, кто-то уезжает. И это при том, что на набережной машин быть не должно, говорят специалисты. Это пешеходная зона. Глава города распорядился установить специальные ограждения. Осмотр продолжается. Убран весь мусор, выкошены газоны, горка приведена в порядок. Но совершенно другая картина открывается в воскресенье. Когда сюда приезжают туристы, ко мне поступила жалоба от экскурсоводов. Я в прошлый выходной был на усадьбе Гальске, смотрел русские городки. Мне такой город. Стыдно за город. Приехали три автобуса туристов из Москвы. Мы привезли экскурсию на Соборную горку. Увидели такое количество мусора. Я не поверил сам. Съездил, посмотрел. Увидел, уже снулся, пригласил Сергея Валентиновича. Сергей Валентинович приехал и все, обозрел своими собственными глазами. Уборкой этой территории занимается спецавтотранс. Пришлось отчитываться о проделанной работе. Было принято решение о том, чтобы установить накопитель объемом 20 кубов. Значит, второе, то, что было сделано, это изменили график. Мы стараемся этот участок территории в течение дня три раза обслуживать. Это с утра, после обеда и ближе к вечеру, в районе 7 часов вечера. Набережная Ягорбы. Проблема здесь только одна – переросшая трава. По итогам рейда несколько предписаний было выдано обслуживающим организациям города. Такие проверки, заверили чиновники, будут регулярными.